всем привет сегодня я снимаю финальную серию сравнения двух жилых комплексов нагорный и высота ну и конечно я не мог не пригласить этого человека к себе в кадр это паша репин паша привет ребята сейчас мы будем сравнивать эти два замечательных дома но или узнаем насколько незамечательные вот с этим вот человеком и посыл такой паша как будто я покупатель и не знаю как выбрать среди этих двух домов а ты мне будешь разжевывать чё к чему хорошо хорошо итак я задаю вопросы а паша кидает ответы ну давай локация да с ней более-менее все понятно но тем не менее у тебя были к ней вопросы я говорю она одинаковая ты сказал что вроде да да в общем то нет нет но она действительно одинаковая с точки зрения расположения домов но мы видим что у одного из них минус у некоторых у ряда квартир у нагорного это выход на шумные улицы крауле токарей до высота у нас более заглублен туда уже к территории завода в сторону общак то есть с точки зрения шума там даже те окна которые в нашу сторону выходят они будут поспокойнее но зато вот вот весь вот этот вот маршрут к центру города да все это вот новенькая там велодорожки и так далее история она чуть подали тебя дома не самые новые не самые современные и вот это твое соседство получается то есть здесь вот два фактора которые нужно сопоставлять что для вас критично шум и точечная застройка вокруг существующих не самых новых домов короче резюмируем этот пункт локация они находятся примерно рядом вот вы прям сразу сами видите внук прям рядом вот значит нагорный выходит на шумные улицы по крайней мере дамя фасадами а высота не выходит но высота выходят частью квартир на заводы общаги и что-то там еще причем надо понимать что вот та часть за нагорным заводов она будет застраиваться ну вообще нет понимания сколько еще времени то есть первый этап нагорного вроде как завершается двадцать третьим годом про новые части это мне кажется но плюс лет пять можно смело добавлять на то что у тебя будет какая-то такая велотекущая стройка ну короче с локация мы разобрались если вдруг что-то вам непонятно напишите в комментариях задайте вопрос он ответит я да я там активничаю следующий вопрос это два разных застройщика безусловно рассказывай про них плюсы и минусы кто такие вообще да мне кажется сопоставимые застройщики то есть форум группа он давно занимается им таким открытым девелопертом по гмк вышел но вот с первым проектом по сути макаровский квартал час у него еще три проекта то есть форум наверное уже имеет свою аудиторию у гмк мне кажется в большем смысле есть что доказывать своими проектами текущими чтобы дальше развивать там хохрякова у них новый проект и так далее поэтому мне кажется в плане качества строительства здесь большой разницы нет в плане подходов к оформлению мест общего пользования честно говорят обоих проектов жду каких-то достойных решений ну первую очередь нагорного уже есть там можно что посмотреть ну короче такой вопрос вот два застройщика насколько они надежны надежные ну в принципе макаровский они же как обещали так и построили значит молодцы ну и нагорный 1 они ввели так как и есть плане сроков реализации заявленных да с поправкой на передачу ключей я думаю что все закончится двадцать третьим годом в общем как обещали скорее всего так и будет в этом в этом сомнений у меня нет пока как бы в нагорном уже есть что посмотреть во дворе в высоте у нас что там лешего обещают вот эти какие-то изящные мосточки и так далее честно говоря на той площади которая есть у проекта вопрос реализации всех тех этих бурных фантазий маркетологов для меня остается нет она наверное влезет просто это будет не так как бы функционально наверное как этого хотелось бы ну может быть там под съем и потом сделаем вот ну и в целом пока в плане высоты это такие маркетинговые обещания честно кто больше про маркетинг а кто про качество жизни вот я знаю ты мне уже вот закинул такую интересную значит мысль по поводу того что где-то там обертка где-то другая обертка вы рассказываете слушай ну нет на самом деле как бы оберткой у нагорного все время была такая верить не верить да сейчас просто мы видим уже реализованный там у форума пока к сожалению весь сайт выглядит как просто бурные фантазии маркетолог то есть вот у нас леший во дворе вот у нас приподнятый двор уникальное решение для города на седьмом этаже а блин другого решения на такой площади его и не сделаешь вот и как бы какой-то функциональной части я пока там не увидел пытался дозвониться в отдел продаж какую-то консультацию получить но с этим тоже честно говоря вопросы перезванивает какой-то контакт-центр и даже не могут сказать сколько стоит отказаться от чистовой отделки куда уж там глубже копать поэтому то что пока вообще в принципе да мы понимаем что это разные проекты по сути потому что нагорный это комплексный квартал практически да из там из первый этап назовем его так у него большой вытянутый двор там разные зоны вот эта вот история вот единое пространство большое ты гуляешь и так далее у высоты очень компактный участок и получается что вот эти вот зоны распределены там даже футбольное поле же будет на вот на верхнем те на верхней части честно говоря для меня загадка вот ты играешь в футбол мячик валил за территорию куда-нибудь на завод все ты такой вот давайте новый как как на на крыше футбольное поле как на как на футбольном поле ну да он же все равно приподнят и там соседство с заводом то есть как как туда потом попасть чтобы мячик достать для меня загадка воронеже дети забыли о правилах безопасности решили сыграть футбол на крыше здания видео снято очевидцами опубликовано в социальных сетях на кадрах видно как трое мальчишек пинает мяч на крыше трехэтажного дома пользователи сети возмущены и призывают родители внимательно следить за детьми случаем заинтересовались и в полиции но я так понимаю что собрались играть футбол запасайтесь мяча да 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 как это запасная следующий безусловно вот поэтому та часть пока для меня непонятно с точки зрения досуга жителей красиво написано есть что почитать но дай бог реализуется и в целом есть определенные оптимизированные вещи которые как бы на таком участке их просто не могло не быть называть у нагорного в этом плане все попроще и над понимать что мы видим да за моей спиной вот этот галерея то есть фитнес-центр бассейн там детская студия праздник и так далее здесь понятно как это будет выстроена в сценарии жителей жизни у высоты с коммерцией для меня ну большой вопрос чем они ее насытят кто туда сядет учитывая что вот у нас там крылов да с уже готовой инфраструктуры у нагорного достаточно насыщенная рядом инфраструктура и как там с арендаторами поиграться это тоже вопрос на подумать ну короче говоря с точки зрения жителей я для себя понимаю так то есть вот высота это просто отдельно стоящий дом туда то есть три секции с мизерной территории но она кардинально отличается от нагорного но она типа приватная то есть она у тебя приподнятая поэтому приват но это стилобат ну да и 7 и короче чтобы вы понимали на стилобате не будет никаких деревьев максимум кусты это вряд ли но потому что снизу бетон и как туда все это садить все таки давай резюмируем то есть здесь комплекс домов они замыкают со своей торговой галереи назовем это да здесь полно всего внутри то есть не выходя получается я могу зайти в магазины до пекарни кофейня развлекалов где ребенка сдать какую-то студию праздника здесь с этим по высоте этого нет пока в общем-то я не нет не вижу этого описательной части и там действительно сажать так куда первые этажи в общем будет на мой взгляд проблематично раз разные концепции значит должен быть какая-то другой подход к ценовой политики правильно ну и квартирам то есть я же если я получаю большую инфраструктуру да то я должен больше заплатить наверное и но я такая логика если я меньше какой-то вот вот этих всех плюшек получают а наверное это чуть подешевле должно стать или я ошибаюсь ну для меня высота когда его заявляли когда вся вот эта вот история в начале двадцатого года со сносом памятника конструктивизма развивалась мне казалось что это будет что-то там премиально элитное назовем это так когда сейчас я покопался в технических характеристиках объекта я увидел например потолки 2.7 да ну как бы 285 2.7 вроде и небольшая разница но вроде как бы на бизнес то уже с 2.7 не замахнешься на широкой речке сейчас потолки 2.7 строят потолки 2.7 но зато они позволили здесь построить 31 этаж вместо 28 и в общем-то оптимизировать секунду я вмешаюсь в твой рассказ высоте потолки 2.7 да а в нагорном 285 285 и ты считаешь что там потолки ниже сделали ради того чтобы больше этажей настрой но у меня другого ответа нет потому что здесь ну заявлен был класс там жилья около бизнес бизнес все-таки привык что это не 27 в нынешних параметрах вот поэтому я считаю что да что это была чистая история с оптимизацией мы в принципе дальше можем обратить внимание на площади ты наверняка это увидел да то есть там однокомнатная квартира это обратил в нагорном 55 квадратов а двухкомнатной высоте есть 60 условно или трешка 84 квадрат но трехкомнатная квартира 84 квадрата это уже все таки ну не про бизнес или какой-то бизнес не но в целом в нагорном квартиры больше гораздо площадь больше здесь меньше нет какой-то вот этой вот пограничной истории с санузлами в 28 квадрата да то есть пусть гостевой на в принципе в этом классе все-таки другая история поэтому на мой взгляд есть такое понятие в маркетинге шеринфляция называется когда тебе продают там один литр молока наполняя его 09 вот здесь вот та же история то есть тебе в абсолюте дают однокомнатную квартиру там за шесть половина миллионов но когда ты пересчитываешь это в цену метра то получается здесь там 150 плюс местами а здесь там 135 для меня еще странно кстати решение по поводу класса жилья это чистовая отделка как я уже сказал форум не не дал информации за какой дисконт можно от нее отказаться но в целом мы с тобой понимаем что такие дома там за сто плюс тысяч метр квадратный вряд ли хотят покупать там с ламинатом с обоими под покраску и так далее причем консалтинговый центр который мне перезвонил с форума сказал что ну какой-то кардинальной истории типа керама мараться на сенах в санузле там нет то есть санузел тоже обычный кафель на полу может быть чуть выше качества и все то есть я пока не совсем понимают решение но скорее всего это просто попытка отстроиться от самого ближайшего наглядного конкурента к деньгам еще раз проговорим высоте это порядка 150 тысяч за меня не 150 это я верхнюю границу взял то есть здесь есть варианты и там 120 и ну то есть от высоты как ни странно высоте многое зависит вот но в целом то есть получается в абсолюте двухкомнатную квартиру здесь можно купить дешевле в абсолютной цене но понимая что там вместо 60 до вместо 68 квадратов это будет 60 и за там цену метра при хорошей высотности ты можешь переплатить ну то есть здесь просто нужно на мой взгляд для себя нужно взвешивать две концепции потому что плюс минус в этих самых цене метра квадратного если поиграться той же чистовой отделкой наверное они сопоставим не такая кардинальная разница за переплату концепции подожди то есть цена за квадратный метр примерно одинаково у нагорного больших квартирах будет даже поменьше тут лишь осталось непонимание высотности то есть нагорном как мы уже выяснили не так много квартир осталось для сравнения ну по средним параметрам если брать по средним параметрам вот что я здесь вижу 137 с половиной максимум в нагорном слушай но у меня тогда вот такой вопрос если примерно одинаково ну ну примерно но как бы нету какой-то кардинальной разницы так то не я ничего не хочу сказать никого не хочу отговаривать но у меня вопрос а зачем тогда покупать высоте если можно купить в нагорном ну в том плане что в нагорном потолки выше цена примерно такая же площади больше и плюс инфраструктура внизу и ну и как бы двор там ребенка можно погулять а высоте тогда чё я тогда понимаю что это нужно людям у которых ну допустим нету детей да вот они вдвоем живут ну и мы классно им как бы и двор то не нужен собственно говоря на фиг он им нужен у тебя есть задача там двушки ты понимаешь что у тебя там в принципе там не знаю спальня 12 квадрат вполне тебя устраивает это нормально сейчас история когда приватное пространство 12 квадратов ну в около таком классе жилья вот у тебя есть понимание что 2 и 8 гостевой санузел да ну не нужен мне 35 то есть ты в принципе в абсолютных там вот я смотрю там не знаю двухкомнатная квартира 16 этаж 8 600 129 тысяч за метр квадрат на 66 квадрат ну ты не хочешь себе 75 в нагорном ну то есть как бы ты взвешиваешься за и против еще более того у тебя там 75 нагорный например выходит в сторону шумной улице а ты там не не хочешь жить сильно высоко ты выбираешься конь оптимали там 7 8 этаж взвешиваешь смотришь ну почему бы и нет ну вот кстати в плюс жека высота я могу сказать что там гораздо больше окон чем в нагорном ну то есть например в трешке в нагорном это будет 4 окна а в трешке высоте это 9 окон и даже в ванной окно это просто офигенно ну в общем это на разного потребителя правильно понял это на на конкретный запрос скажем так вот я бы если жил один так то я бы наверное я бы наверное высоту потому что мне реально двор не нужен детские крики мне нафиг не нужны мне не нужна большая квартира скорее всего ну потому что за ней же ухаживать нужно нафиг нее всю драйта там ходить как бы то есть да не вот зайчик побольше посветлее там ну а спальня мне и 12 сойдет если говорить про вот большие семьи но тут выбор очевиден наверно в 84 квадрата трешку так себе заезжать мне кажется но в этом классе жилья вот ты бы что выбрал предисловие если риэлторы вам критикуют оба проекта знайте им за них не платят просто поэтому если вы если вам говорят что ленина 8 это самый топ а вот это все фуфло то просто имейте ввиду да во вторых мне нравится история вот с этой галереи и доступа в режиме вышел из подъезда ты сразу попал в бассейн так далее то есть высоте этого там как проект сам по себе не предусматривает ну и кстати большой вопрос для меня то есть в высоте там что 270 чем-то квартир соотношение парковочных мест где-то около 04 в нагорном попроще попроще и с наземной парковкой за счет территории ну и я думаю что это довольно решающий вопрос в этом пасе жилья то есть я бы выбирал из насыщенности инфраструктуры но опять же все там упирается в выход окон то есть если ты можете позволить только там четвертый этаж выходом на крыло на такие счета ваша выбрал нагорный но вот на этой позитивной ноте мы поняли в общем мы все с тобой короче говоря понятно но если у вас остались какие-либо вопросы которые касаются качество отделки видов окон покупки квартиры это вы можете смело писать обращаться смело к паше я только прошу форум сити выйдите хотя бы к нам в комментарии напишите за какую сумму можно отказаться от отделки а то не связаться никак не позвонить не написать короче говоря любые комментарии приветствуются ну и конечно ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик вы все сами знаете все умеете я верю вас друзья всем пока да будет с вами муза а